Всем привет! Вы на канале Линель и с вами я, Елена Чернявская. Сегодня, прямо в этом выпуске, прямо сейчас, мы будем собственными руками стирать морщины гусиные лапки. Моем руки, подготавливаем лицо и смотрите до конца. В предыдущих выпусках я вам уже рассказывала, что виновниками появления морщин гусиных лапок являются несколько структур, которые окружают наше веко. Но сегодня я хочу остановить внимание на главной виновнице этой круговой мышцы глаза. Именно ее перенапряжение ведет к морщинкам, которые так нам не нравятся. Так вот, сегодня я вам покажу эффективный прием, который поможет расслабить круговую мышцу глаза, а значит, разровнять кожу век, избавиться от этих ненавистных морщинок. Я предлагаю вам сейчас вместе со мной выполнить прием, который я покажу на один глаз. Для того, чтобы увидеть мгновенный эффект, оценить результат, почувствовать вот эти ощущения, правильные ощущения, а как должно быть. И вы увидите, что морщинки с помощью ваших собственных рук разгладятся намного лучше и быстрее, чем от любого ботокса или каких-то там специальных препаратов. Для массажа вам не понадобится ничего, кроме рук и масла. Вы можете использовать любое свое массажное масло, любое вообще масло, но я рекомендую использовать свое любимое, это масло конопли. Для лица это просто лучшее масло. В него мы при производстве добавляем еще эфирные масла для того, чтобы эффект был максимальным. Для начала выполним прием на сухую кожу. Смотрим место, где морщинки закладываются больше всего. У кого-то это будет уголок глаза. При улыбке морщинки появляются именно здесь. У кого-то чуть ниже. Ставим пальцы туда, где у вас морщинок собирается больше всего. Поставили подушечки пальцев и очень-очень глубоко вошли в ткань. То есть не просто поверхностно, а прям вот поставили и даже поддавили чуть-чуть. Прям почувствовали, что пальцы углубились в ткани. Встали. Дальше можно локоть поставить на стол, для того, чтобы это было комфортно. А голову наклонить чуть-чуть вниз, для того, чтобы не напрягался затылок. Поставили. Дальше наша задача делать круговые движения. Мы должны как будто бы сверлом входить все глубже и глубже. Каждый раз, прям до косточки. Почувствуйте. Скорее всего будут болевые ощущения. Это нормально. Это означает, что мышца находится в гипертонусе. Она напряжена. И вот мы таким образом должны размягчать, размягчать, размягчать. Потом сдвигаем пальцы буквально на миллиметр в любом направлении. И снова проминаем. Находим эти активные болевые точки. Точки так называемого максимального напряжения. Проминаем. Переставляем еще на миллиметр. И таким образом мы обрабатываем всю зону гусиных лапок. Но очень важно. Под пальцами в рабочей области должна быть косточка. То есть костная опора. И в этой области мы работаем. Промяли. Можно пройти и верхнее, и нижнее веко. Где вам хочется. То есть прям не поленитесь. Оставьте себе буквально там 15 минут. Или даже 10, кто-то даже 5. Для того, чтобы это сделать. И дальше уже наносим на зону массажное масло. Буквально пара капель. Наносим на рабочую область. Не должно быть прям большого количества масла. Прям еле-еле-еле нанесли. Именно поэтому мне нравится масло конопли. Оно не жирное. Оно в меру впитывается. И позволяет сделать массаж глубже. Работаем одним пальцем. Одной рукой мы будем придерживать ткани около носа. Ставим палец на зону, где у нас есть гусиные лапки-морщинки. И начинаем выполнять вот такое вот зигзагообразное или круговое движение. Ткани, опять-таки, не поверхностное, да? У нас работает, мы расшатываем ткани в этой области. Вот таким образом мы одним пальчиком, буквально миллиметр за миллиметром, прорабатываем, проминаем круговую мышцу глаза. Проходим всю зону, всю рабочую зону. Проминаем область гусиных лапок, под глазами, века. Заходим чуть ближе к носу. Очень важно не работать прям под веком, да? То есть мы берем всю область круговой мышцы глаза. Она достаточно широкая, но помним, да, что у нас под пальцами должно быть костное основание. Прорабатываем. Где-то болезненно, где-то мягко, но делаем очень медленно. И как только мы промяли, на это может уйти буквально там пару минут. У кого-то больше, у кого-то меньше. Мы делаем вот такие вот подхватывающие движения пальцами. Подхватили, отпустили, подхватили, отпустили, подхватили. Опять-таки не кожу, да? Мы очень глубоко должны подхватывать. Если у вас где-то не берется, скорее всего это фиброз. И вам нужно еще поработать над его устранением. Вот. И завершаем мы массаж такими мягкими растягивающими движениями. Буквально миллиметр за миллиметром мы растягиваем. Но опять-таки не кожу, да? Помним, мы работаем над мышцей. Поэтому не должно быть быстрые, не должны быть поверхностные, а должны быть очень глубокие, вминающие, даже подкручивающие, я бы сказала, движения. Проделываем и просто разравниваем ткани в области. Закончили. Теперь я очень хочу попросить вас, чтобы вы прислушались к своим ощущениям и почувствовали разницу века того, который мы проработали, и века, над которым мы не работали. Если вы все делали правильно, то вы почувствуете колоссальную разницу. С той стороны, которую вы уже проработали, вы, скорее всего, не будете ничего ощущать. А вот сторона, с которой вы не работали, скорее всего, там вы будете чувствовать напряжение, как будто бы вы ей все еще щуритесь. Это абсолютно правильное ощущение. Второй вариант, вы будете чувствовать какое-то шевеление в той области, которую вы проработали. Это будет говорить о том, что вы растянули мышцу, расслабили, но она по привычке все еще стремится сократиться. Но это тоже положительный результат. В любом случае, разница между правым и левым глазом должна быть колоссальной, если вы все сделали правильно. Очень рекомендую выполнять такой массаж не менее двух-трех раз в неделю. Результат вы увидите после первой же процедуры массажа. А спустя 2-3 недели результат будет еще более стойким и ярким. Еще больше упражнений, полезных лайфхаков, видео вы можете увидеть у меня на странице Instagram, динаме, нижнее подчеркивание, я. Подписывайтесь и пишите мне комментарии. Мне очень интересно, какие еще темы вызывают у вас интерес. А на сегодня это все. Всем пока!